Приветствую вас, Ирина, и всем, кто будет слушать этот ответный, эту запись, я не буду засчитывать полностью вопрос, в нём есть достаточно интимные моменты, вот, а, несмотря на то, что вопрос задаётся публично, и предполагается, что его могут посмотреть больше, как они, количество людей, я всё же не буду это делать, вот, скажу только в общем, что человек, девушка, встречалась пару лет с мужчиной, который, к сожалению, её унижал, который манипулировал и шантажировал известными, как они, способами, вот, а, тут описываются элементы зависимости, элементы влияния, но человек нашёл себе способ, нашёл себе силы из этих отношений выйти, после чего данный товарищ автору вопроса звонил, пытался выйти на связь, в итоге они вышли на связь, и человек начал, автор вопроса начала разочаровываться в мужчине, вот, увидел его с другой стороны, довольно нелицеприятный, вот, и когда тот, в общем-то, пошёл на сближение, вот, привычным таким для себя способом, вот, автор вопроса почувствовал агрессию, отвращение, и стало противно, вот, и, и, вопрос, который автор вопроса задаёт, это то, почему так произошло, вот, то есть, почему возникла агрессия, вот, на мой взгляд, ситуация, ситуация, в общем-то, вполне нормальная, и закономерная, связана, в первую очередь, она с тем, что вы чувствуете, видите, угрозу от этого человека, и псих вас защищает, кроме того, поскольку, по-видимому, осталось, некоторое количество, обиды, на мужчину, вероятно, ожиданий, вот, таких вот, скажем так, не совсем бывших, ожиданий, вот, то появилась потребность в том, чтобы, человека обесценивать, вот, такая защита, да, в принципе, есть, в принципе, есть, вот, вот, вы пишете, что, вы не осуждая, вы осуждаете его, вот, осуждение, это, как раз-таки, есть обесценивание, то есть, с одной стороны, вы, конечно, можете сказать, что это откровенно, там, какое-то аморальное поведение, и прочее, прочее, и, в общем-то, вам, ну, не особо будет, что возразить, но, с другой стороны, вы тратите энергию на осуждение, на осуждение всегда тратится энергия, ну, в смысле, в смысле, ваша энергия тратится на осуждение, и вы отдаете эту энергию, эту самую энергию отдаете по большому счету, ну, другому человеку, вот, это очень, на мой взгляд, очень грустно, на мой взгляд, вот, и крайне, неуважительно, к себе, как мне кажется, вот, все-таки, мне кажется, мне кажется, что любовь к себе, она, вот, в том числе, может проявляться таким вот образом, то есть, ну, образом, я имею в виду, в первую очередь, забота о себе, да, вот, а, условно говоря, вот, в таком, ну, в таком, вот, контексте, ну, я бы не сказал, что это забота о себе, проявляется, вот, проявляется больше некая зависимость, вот, конечно, вы можете не согласиться, вот, со мной, и, наверное, в какой-то степени, степени вы будете правы, но, как правило, бывает, так, то есть, видите, вот, вы, вы можете со мной не согласиться, вы будете правы, в том, что у вас другая точка зрения, но, как правило, бывает так, я прав на свой опыт, вот, дальше, эм, то, что к вам относились вот так, то есть, я имею в виду, ну, обесценивающе, то, что к вам относились вот так, несколько объективно получается, да, как правило, свидетельствует о самооценке, заниженной самооценке, эээ, возможно, о страхах остаться в одиночестве, о страхах потерять себя, и о чувстве вины, чувство вины здесь, оно не привязано к чему-то конкретному, это, может быть, просто глобальное чувство вины, и вообще за то, что вы, ну, может, не осозналось, но, то есть, вы находились в отношении к человеку, который вас, по сути дела, наказывал, а его отношение к вам можно охарактеризовать как наказание, вот, и, естественно, не в прямом смысле этого слова, да, вот, то есть, некий такой, такой негативный налет в отношении к вам, вот, это, вот, про то, что вы себя, подсознательно можете за что-то наказывать, вот, бичевать, и так далее, вот. Ну и, лично у меня, вот, в процессе изучения вашего текста возникло такое чувство, что вы себя сдерживаете. В каких-то моментах вы себя сдерживаете, пытаетесь быть, может быть, червесчур правильной, в том числе, как это чувство появилось, когда вы говорили про свою семью. И потом это как бы выражается в определенных поступках, в том числе в отношениях с таким человеком. То есть, когда мы сдерживаем что-то в себе, например, мы одних людей пропускаем чересчур близко к себе, то другие люди в нашей же собственной парадигме могут это как-то порой компенсировать. И компенсировать, ну, довольно таким, я бы сказал, эксцентричным способом, к сожалению. Вот, поэтому я бы, конечно, обратил бы здесь внимание на личные границы ваши и поработал бы с ними. Вот, если у вас такое желание есть, я просто не знаю, есть оно у вас или нет, но я бы поработал. Я бы поработал как-то вот в этом направлении, да. Вот, я бы поисследовал вот эти нюансы, так скажем. Вот, я не думаю, что вам знание того, почему с вами происходит то, что происходит, это как-то поможет вам, ну, решить свою проблему. Я не думаю, что знание того, как и почему вы испытываете то, что вы испытываете, сделает вашу жизнь лучше. Но сделать вашу жизнь лучше исследование себя, более внимательное отношение к себе. Работа со стыдом у меня появилась, у меня появилось ощущение, что у вашей семьи есть к вам требования достаточно большие, которые вы пытаетесь следовать. И у меня было ощущение, что несмотря на то, что своих родных вы любите, несмотря на это, вы находитесь под неким гнетом, потому что шантаж, это не случайная история, понимаете? Вот, это не случайная история. И как бы вот в глубине души вы не тяготели к такому вот разрушительному в какой-то степени для вас вектору поведения, потому что вот чувствуете вы себя несколько неснаборных. Естественно, это всё предположение сейчас. Вот, естественно, это всё сейчас только угадай, потому что никакой информации у меня нет дополнительной. Вот, нужно пообщаться с вами, чтобы понять лучше вашу историю и ситуацию. Ну, будем надеяться, что вы это сделали. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моим ответам. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...